Получить статус резидента арктической зоны в Иркуте теперь можно в режиме одного окна. В Заполярье заработал самый северный пункт поддержки предпринимателей в линейке центров «Мой бизнес» в регионе. В ходе рабочей поездки в Иркуту филиал посетил глава КОМИ Владимир Уйба. В Иркутинском офисе предприниматели могут получить полный пакет услуг, который центр оказывает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Здесь работают с юридическими лицами, индивидуальными малыми и средними предпринимателями и гражданами, желающими организовать собственное дело. Получить статус резидента и ряд значимых преференций сможет предприниматель, зарегистрированный в районах арктической зоны, готовый реализовать инвестиционный проект и вложить не менее миллиона рублей. Мы постарались не только забрендировать этот стиль «Мой бизнес», но и сделали карту арктической зоны Российской Федерации, и обозначили северный морской путь. Больше 30 миллионов тонн груза сейчас проходит по морскому пути. Мы очень надеемся, что дальше будет больше. Кроме того, в ходе рабочей поездки Владимир Уйба посетил социальные объекты в Иркуте, ознакомился с внедрением опыта создания модельных библиотек в Аргашоре. Этот проект признан лучшим в России по итогам федерального конкурса в 2019 году. В учреждения внедряются считывающие технологии для контроля перемещения книг. Обновлено оснащение компьютера, игровое оборудование и развивающие приставки. Пополнился книжный фонд. Сейчас он насчитывает 35 тысяч экземпляров. В прошлом году, в 2019 году, мы подали заявку на профессиональный проект культура и выиграли федеральный грант в размере 5 миллионов. Немножко еще добавил наш муниципалитет на работы, которые не вошли в праздник. Планы по решению вопроса стабильной работы Усинского водовода, повышение надежности энергоснабжения в Иркуты, возобновление авиасообщения на рейсах внутри республики Коми, поддержка инициативы Владимира Уйба, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Вот те нового обращения главы республики. Полную ее версию покажем сегодня, в вечернем выпуске программы «Время новостей». Субтитры создавал DimaTorzok